По сравнению с прошлыми годами, этой весной в армию отправится меньшее количество призывников. Это обусловлено тем, что Украина начинает поэтапный переход на комплектование военнослужащими по контракту. Поэтому призыв на срочную службу несколько сокращен. То, что огольно сказали, там наши некоторые керевники выступали, что призыва не будет, призыва будет. Это однозначно, сто процентов, потому что он идет, и задачи, которые возлагаются на наш областной военный комиссариат, они в любом случае будут выполнены. Весной тысяча призывников пойдет служить из Донецкой области. Также имеется разнарядка на 213 контрактников. В связи с тем, что у нас в гарнизоне воинских частей мало, мы комплектуем по территориальному принципу, который, допустим, есть в наряде. У нас Крым есть, у нас есть часть по всей Украине. Переход на профессиональную армию, согласно программе реформирования вооруженных сил, спланирован на период до 2017 года. Отдельные армейские подразделения уже в этом году не комплектуются военнослужащими срочной службы. У нас с контрактниками комплектуются военно-морские силы и десантники. Желающий поступить на контрактную службу имеет право выбора. В добровольном порядке определяет и место своей службы, куда он хочет идти. Ему в военкомате показывают план отправок, вернее, план мест вакантных должностей, которые есть в военкомате, и куда мы можем его отправить, какие подразделения. И он выбирает, хочу поехать в эту воинскую часть или хочу поехать в эту воинскую часть. Особенностью контрактного набора является получение так называемого отношения. Командир части берет молодого человека из себя на службу, он должен посмотреть на него, протестировать, посмотреть его физическую подготовку. И затем уже в личной беседе определится, берет он этого молодого человека. После того мы потом определяемся с этим молодым человеком, оформляем личное дело и отправляем на службу. Первый контракт заключается на срок до трех лет. Зарплата контрактника сухопутных подразделений доходит до 1800 гривен. Для сравнения, допустим, военнослужащие службы по контракту тех подразделений, о которых мы говорим, десантные войска, высокомобильные десантные войска, десантники, если так попроще, и военно-морские силы, и морские силы, так, то зарплата контрактника этих видов вооруженных сил и родов войск составляет 3200-3300 первоначально, первого года службы. Вот 18-летний парень пришел в армию, написал заявление, что я хочу пойти на службу по контракту, его принимают в эту воинскую часть. И вот первая зарплата его составляет вот такую сумму. При невыполнении условий контракта командир части может прервать контракт с нерадимым военнослужащим. Призывникам необходимо знать, что они обязаны прибыть на призывной пункт, независимо от того, получили они повестку или нет. Всего в области насчитывается 100 тысяч призывников, из них до 10 тысяч так называемых уклонистов. Вот, а какое наказание за уклонение от службы? Я вам скажу, за прошлый год у нас было три уголовные дела, три уголовные дела по области, где были обвинительные заключения судов. Да, это ребята один Петровско-Куйбышевский, ну, Петровском районе, один Мариуполь и один Янакиево. Молодому человеку не стоит рисковать своим будущим для того, чтобы попасть в этих количеств трех или семи человек. Почему? Потому что потом уже сложно будет что-то вернуть обратно. Для этого не нужно ни скрываться, ни... Поэтому не надо бояться еще. Закон Украины про войну, службу и обовязок, вот, статья 15, говорит, Сергей Владимирович говорил. Если в разе будь, в каких обстоятельствах повестка не дошла, граждане призывного веку, завязаны заявиться на призывную дальницу в 10-дневный срок с дня початка «Видповедного чергового призыва, вызначенного указом президента». Наталья Волошина, Александр Худолей, Первый, Муниципальный.